МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жарис Иванович, кроме этого, здесь прочитал три выдающиеся лекции. Это наше с вами творческое наследие, советские и американские атомные проекты, которые дали сотню новых технологий, позволили миру уверенно развиваться вперед, в том числе и в мирных целях. Прочитал лекцию «Наука и власть», заявил о том, что ни одна власть без серьезной науки, а великая страна без большой теории не могут двигаться вперед. И по работе Эйнштейна «Почему социализм» всем нам напомнил, что не обеспечит нам мира и спокоя, если не будет социальной справедливости, дружбы народов и уважения к человеку труда. Я считаю, что и вчера президент наш довольно достойно представил на переговорах позицию нашей страны. Я просмотрел его и Байдена в пресс-конференции, Путин уверенно отвечал, отставил наши интересы, все делал для того, чтобы аргументировать и помогать стране выбраться из сложного международного положения. Но Байден, выступая вдруг, столкнулся с тем, что журналисты спустили его же американских всех собак, и он в конце концов вынужден был сказать, неужели вы не понимаете, что надо вести диалог с этой страной, правда добавил, что этой стране очень трудно будет удержать свой приоритет, если у нее будет такая экономика и финансы. Здесь выступал дважды Путин, представил свою стратегию войти в пятерку, одолить бедность, все сделать для того, чтобы победить вымирание и обеспечить новейшие прорывы в технологии. Полностью согласен. Здесь выступал трижды патриарх Кирилл своим высоким словом, вдохновляя нас повышать духовность и бороться за справедливость, поддерживать всех страждущих. Ну и я должен прямо сказать, что Володя на начале все сделал, чтобы в этом зале впервые задучали голоса с мест. Здесь мы с вами рассмотрели проблемы дольщиков, обманутых, все сделали для того, чтобы в принципе изучить проблемы устойчиво развитие села аграрного комплекса. Даже нашему академику Кашину дали возможность делать большие доклады и здесь, и в министерствах. Здесь мы рассмотрели с вами все, что связано с реновацией. Казалось бы, значит, сделана очень большая работа, чтобы заставить все службы министерства и ведомства слушать Государственную Думу и выполнять очень важные поручения, послания вместе. Но, к сожалению, под руководством Единой России грянула холодная война и холодный эпох. Началась она с людоедской пенсионной реформы. Думаю, все без исключения в зале понимают, что это огромная политическая ошибка, которая расколола страну, которая уполовинила доверие к власти, в том числе и резко ударила по авторитету самого президента. Я уверен, что сейчас вы это понимаете. Затем пошла так называемая оптимизация. Образование, науки и здравоохранения отняли у Академии наук то, на чем всегда держались ученые, ведущие институты и лаборатории. И затем еще к этому добавил бюджет стагнации. Мы с вами пытались сделать полноценный бюджет. Как только притащили бюджет, в котором по-прежнему уполовинили все социальные расходы, вот три раза меньше выделили, чем надо на развитие села, ничего не дали на электронику, робототехнику и ту же цифровизацию, я вам 10 раз говорил, из ничего ничего не бывает. Мы завершаем свою работу, когда в фонде благосостояния 14 триллионов мертвыми лежат. Хвалились недавно, 4,5% выделили. Немцы, американцы 12, немцы 37, итальянцы и японцы 20. Ну что, мы лучше их, лучше оснащены, а у нас еще лежит 600 миллиардов долларов дополнительно. Деньги лежат, страна гнется и продолжает вымирать, вымирать ударными темпами. Если посмотреть, что реально происходит, это никого не обижает. Вчера Байден удержит ли, повторяю вам, Советская Россия в рамках СССР производила 9% мировой продукции. СССР производил почти 20%. Каждый третий пассажир в мире летал на наших самолетах, каждый третий ученый в мире был советского образца. И все учились у нас. Мы в 2015 году, когда вышли на выборы, производили 3,3%, а сейчас 1,8% и продолжаем скатываться. Почему продолжаем скатываться? За 5 лет, это наши результаты, доходы страны увеличились на 9%, доходы олигархии на 53%, народ обнищал на 12%, за этот квартал вылетели цены на все, на продовольствие, на лекарство, на 20-30%. Ну и вымирание мы потеряли, начиная с 91-го, 20 миллионов только русских, за последние 2 года еще миллион. И сейчас я посмотрел статистику, на ближайшие 10 лет, минус 530 тысяч каждый год, еще 5 миллионов. И с чем мы собираемся завтра бороться в этом мире? Теперь с точки зрения оценок, я вам привожу оценки не свои. Давос просмотрел, Петербургский форум весь внимательно, и саммит семерки только закончил. Слушайте, что говорят все главные люди планеты. Самый большой спад производства за 70 лет. Или вложим, или будем гнуться дальше. Пик неравенства, никогда такого неравенства не было на планете. Убитая экология нам придет сумасшедший день не вкладывать. Вирус обострил все противоречия и пока никуда не ушел. Я в прошлый раз вам выступал и говорил, один из десяти привитых. Почему не прививаются? Они не верят нам. Они не верят власти. Они не верят Думе. Они не верят правительству. Обобрали, обкрали все, карманы вывернули, и побегут сейчас вакцины. Хотя вакцина сделана классно, потому что люди перестали верить. А это крайне опасно. Дальше. Можем ли вылезти? Можем только вместе. Все подтверждают. Каким образом возрастает роль правительства бюджета и крайне важна победа науки и технологий. Вот вам реально то, что предлагают самые влиятельные умы мира. Правда, там эти влиятельные, типа Грефа, которые предлагают нам Мурзилку совсем другую. Вместе давайте воровать, грабить. Я не знаю, что они вместе будут делать по детским программам. И за три с половиной тысячи чай придают на этом питерском форуме. Это просто унижение форума и всей обстановки. Наша фракция вам предложила абсолютно конкретные вещи. И мы их будем отставить сейчас. И в ходе выборов, и дальше. У нас 11 тысяч депутатов, они продолжают работать. Образование и наука. То, что подготовили Мельников, Кашин, Смолин, Афонин, Новиков, Коломейцев, Харитонов, Советская, мы проведем в любом случае. Это главная наша программа, и без нее мы никуда не днемся. По-прежнему баба их отдушит, а отсутствие воспитания школы приводит в то, что мы видели недавно в Казани. Новая индустриализация и национализация абсолютно неизбежны. Что бы вы ни говорили, и что бы вы ни делали, с изношенными трубами, с пожарами, взрывами, мы вперед никуда не продвинемся. Что касается АПК, для АПК это главный вопрос. Я вчера и руководству администрации президента, и президенту говорил, и вам говорю, поручите нам, мы вам удвоим доходы по этой строчке. Поручите, все готово. Удвоим, но я вас просил, отстаньте от коллективных предприятий. Сидят по-прежнему эти мерзавцы вокруг совхоза Ленина, тысячу судов. Неужели вы не в состоянии ответить на этот вопрос? Неужели члены совбеза так не откликнутся на письмо открытое, которое обратил президенту и так далее? Есть же элементарные нормы и практика чиновничьей работы. Вы обязаны в течение месяца ответить. Права трудящихся. Неужели проблема прожиточный минимум 25 тысяч дать, чтобы народ не вымирал? Это никакой проблемы нет в этом отношении. Покупать будут? Зачем производить? Здоровье программа «Симашка» оправдала весь мир. Она позволила привить вакцину от черной оспы не только своей стране. Президент привел этот пример, но я вам напомню, в 59-м году, когда черная оспа тут появилась, добавьте пару минут, завершаем, теперь не скоро встретимся. Добавьте минуты. Мы спривили в Москве за 6 недель 6 миллионов 100 тысяч человек. Никто не паниковал и не орал, потому что понимали, что это такое. Это вопрос, который решается походя, а не новыми авралами. Экология, пожары. Слушайтесь, спалили на своей территории, разрушив, не приняв наш лесной водный кодекс. 7% лесов, 7% спалили и вырубили, не хотят сажать их, в принципе. И они будут гореть. Вы разогнали все коллективные хозяйства, в каждом из которых была пожарная команда, и в состоянии были тушить. Сейчас некому деревню опахать, когда полыхает трава, собственно говоря. Бюджет развития, 33 триллиона, он лежит, докладывали наши, вы же знаете прекрасно об этом. Ремонт конституции, ну можно было произойти. Поддержали 15 поправок. Говорил тогда, ну хоть примите 3. Первые дети войны, им стыдно в глаза смотреть. 7 тысяч 9 деревни, 10, 15 в городе, стыдно, так и не приняли. Образование для всех, ваших детей, так и не приняли. Примите обязательно, поддержите нас по минимальной оплате, то же самое. Я считаю, что без честных, достойных выборов страну партии власти пригонят к Майдану неизбежно, неизбежно. Поэтому мы будем бороться за честные, достойные выборы. Вы приняли 18 законов, чтобы заткнуть рот и прекратить диалог в стране. Диалог должен быть всегда полноценный. Редактор субтитров А.Семкин